Дороги в Сент-Джоне. Я обещаю, друзья из Сент-Джона, Нью-Бранс и Канада. 11 марта 2019 года. С вами на связи Леонид Юнесси. Дороги прям как в Кишиневе что ли. Кто-то с тележкой от магазина ходит. А, тут такие дороги. Я не знаю, у меня ходовая уже стучит. Справа, конечно, в первую очередь нужно будет ее проверить после вот этой зимы. Это еще, стойте, зима еще не закончилась. Как бы у нас весна, только немного открываются эти ямы. Вот такие дороги, вот такое состояние дорог. Сент-Джон, кстати, это все-таки не Сент-Стивен. Это хаб, это транспортный хаб. Тут и сухопутные пути, и морские пути, и грузоперевозки, и компания, и офис-эрвинг, и так далее. Но вот дороги, вот дороги вот такие. Вот такие, друзья, как бы, если не знаю, если вы видите, но... Уф, давай мне, яма на яме. Я сейчас попытаюсь немного вам показать. Я уже выезжаю из Сент-Джона в сторону Сент-Стивен. Что-то ее зачастил в Сент-Джон. Был вчера, кажется, да, или позавчера был в аэропорту, провожал друга. Хотела самому сесть на самолет и улететь. Вот. Ну, нет, нет, любовницу я здесь не завел. Пока что. Просто хочу вам показать яму на этих Сент-Джоновских дорогах. И, кстати, если по центру поехать, то там... Я вам показывал центр в одном из видео, где там годовщина канала. Можете посмотреть. Я думаю, что они, конечно, их починят, друзья. Починят обязательно. Я вот не знаю, когда они начнут этот сезон, как бы, сезон ремонта дорог. Но вот столько-то месяцев ехать по этим раздолбанным дорогам. Раздолбанным – это хорошее слово на русском. То уже сказывается на... Или они уже здесь что-то начали делать, да? Или канализацию делают. Это уже сказывается на ходовой, конечно же. Вот. С одной стороны Тим Хортонс. С другой стороны тоже Тайкаут Кэттеринг Хонг-Конг под названием. Там китайская кухня. Что тут у нас? Сен-Джон. Это как-то так и не понял. Короче, наши украинские эти эмигранты из Сен-Сивена устроили на прошлой неделе в субботу. Как бы вечер украинской, украинской кухни. И представляете себе, там две пары. Как бы у них есть повара в семьях, да, как я понял. Так 65 человек пришло, друзья. 65 человек. Я, конечно, работал ночную. Жена с детьми была. Ну как, 5 долларов билет. Но вот такой уже ошеломительный успех. Или такой... Там прямо в этом Малчик Алтинал Ассоциэйшн выделило специальное пространство. Для этого столы. И вот они это все сделали. И 65 человек пришло. Накормили всех 65 человек. Я вот не знаю, уже в какую сторону сейчас я выезжаю. Поставлю паузу. Друзья, я вам сейчас покажу, раз мы уже в Сан-Джоне, компанию Ирвинг. Прямо-таки главная резиденция Ирвинг. Вы посмотрите. Потому что это местная... Ну то, что достопримечательность. Надеюсь, вы сделаете. Ямы в шок. А как бы... Самая богатая компания местная. И она нанимает и трак-драйверов. Она нанимает и там в логистике. И в лесоперерабатывающей отрасли. Давайте вам покажу. Вот красиво у него просто прям... А, и у них еще нефтеперерабатывающий завод, конечно. Вот это он и есть. Потому что недавно в новостях... Ну как, месяц назад или несколько месяцев назад была новость, чтобы прогремел какой-то взрыв у них на заводе. Друзья, вот смотрите. Я вас сейчас остановлю здесь. Я вам покажу. Пока здесь. Вот это прямая завод. Видите его? Вот он. Вот он там. Демидиорд. Сейчас мы поедем ближе к нему. Видите Ирвинг. Даже 6 труб. Это сам завод. Я думаю, что видно. Вот прямо нефтеперерабатывающий завод. Давайте мы ближе подъедем. Я вам покажу. Потому что... Знаете, вышла новость. Я, наверное, публикую ссылку на эту новость в описании к этому видео. Пока нету никакого транспорта. Я остановлюсь и вам покажу. Вот смотрите. Отсюда с птичьего полета. Вот это вся фабрика. Видите? Завод, скорее всего, нефтеперерабатывающий. Вышла новость, что Ирвинг там в каком-то селе строит дома или что-то такое. И там нанимает иммигрантов, работников вообще со всей Восточной Европы. И хорошие зарплаты. У них неплохие зарплаты, кстати, Ирвинг. Я вам говорил, что один работает на экскаваторе, один канадец. А он говорит, что у него 27 в час. Ну, а представьте, мы имеем 11-15 в час. Наши люди имеют на этой шоколадной фабрике. То есть вот этот человек имеет почти в до раза больше. И вот тут недалеко, в Сан-Джоне, есть вот такой этот завод. Правда, этот канадец, он экскаваторщик, да? Если я правильно перевожу с английского. Он работает на деревообрабатывающем заводе. Там делают они туалетную бумагу, салфетки. Вот. А это завод, нефтеперерабатывающий завод Ирвинг. Я что-то сюда забрел. И решил вам его показать. Пока меня не выгонали, я вам покажу. Но, наверное, уже развернусь и выйду отсюда. То есть огромный-огромный завод. Product Lodging. Please walk safely. Вот, я думаю, разверну здесь. Ну, мне написано, что нельзя. Если не написано, значит, можно. Вот, 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 в принципе. В принципе, дальше есть шлоба, дальше, наверное, нельзя. Я тут просто развернусь. Вот здесь. Вот, в принципе, вот это заводы Ирвинг. То есть огромное предприятие, друзья. Тут канадцы работают. Вот, я не знаю, они какие-то профессии выставляют все-таки и через выездные сессии для нашего брата, как говорится, для иммигрантов. Но, мне кажется, там только трак-драйвер. Или есть что-то еще в логистике. Ну, короче, имейте в виду, что компания Ирвинг это огромная. Вот, смотрите, вот тут автопарк. Давайте я вам покажу автопарк. Да, если видно. То есть огромное предприятие, огромную площадь занимает. Это вся земля, скорее всего, что накуплена. Это семья Ирвинг, она очень богата. Она имеет, короче, 7 автозаправок. И, конечно же, имеет завод по приработку нефти. Что, о чем я? Она имеет все эти автозаправки по всему Нью-Брансвику. Скорее всего, по всей Атлантической Канады, если я не ошибаюсь. И по штату Мэйн. Штат Мэйн, это штат США, прямо рядом с нами. Там в Сан-Сивене начинается. Северный штат Мэйн. То есть они богатые, конечно же. Они нефтяники, они богатые. И я думаю, конечно, им привозят нефть через море, скорее всего. По морю, по воде. Но я думаю, что они все-таки продавят, пролоббируют этот законопроект, который бы... Да не то, что провинции, а провинциальные власти согласны провести этот трубопровод нефти. Трубопровод с Альберто сюда, потому что в Альберто богатые залежи нефти. Но проблема упирается в том, что Квебек не дает добро на то, чтобы эта труба простиралась через их провинцию. И как бы этот наш премьер-министр Блэйн Хиггс, он ведет переговоры с премьер-министром Квебека. Но я имею в виду, что лобби здесь провинции по этому трубопроводу будет огромное, потому что компания одна из самых, если не самый большой налогоплательщик в этой зоне. Поэтому, друзья, я не знаю, попытайте свое счастье, если вы нефтяник или работали в нефтеобрабатывающей промышленности, попытайтесь свое счастье дать CV, послать CV вот в Вервинг. Также я говорю, там можно машиноператор на деревообрабатывающих заводах, и также можно, друзья, как трак-драйвер у них податься. Ну вот, может быть, кому-то повезет, отпишитесь в нашем чате. Нашим людям это будет интересно. Потому что реально что-то работает, что-то получается. Имею хорошие отзывы от местного населения. Конечно, есть нюансы везде, но в принципе платят намного больше, чем, как говорится, средние по провинции, чем на нашей шоколадной фабрике, чем на рыбной ферме. Платят намного, ну, трак-драйверам они платят минимум, как я понял, на одной выездной сессии минимум 18. И можно, как бы, не прямо по дальнобою, а тут на месте, как бы, возить лес. И бы спать дома, в выходные тоже быть семьей. Это более или менее, друзья. А так, давайте я вам еще немного покажу дороги, пока я тут ищу, как мне выехать в сторону Сен-Стивена, пока ищу здесь. Я вот не знаю, вот они сейчас ведут эти дорожные работы, ведут эти, или, а, с канализацией, да, канализации, нет. Пока, пока рано какие-то, или просто какие-то замеры для дорожных дорог берут. Но пока я не видел, что начали ремонтировать дороги, я бы очень хотел, чтобы это началось. Но, понимаете, тут такие суровые климатические условия, тут же океан рядом. Там океан и несколько, и очень, как бы, морозы, понимаете, тут все леденеет, потом тает, потом опять леденеет, потом тает, потом снег, дождь, потом, ну, и так далее. И, конечно, я не знаю, может, они сделают какое-то лучшее качество асфальта. Да, видите, тут дорога вообще поплыла, или вообще какие-то там, как вода стерла подземный вот этот грунт. Не смог еще, видите, очень много грузовиков, вот, хэпэглоид, очень много грузовиков, вот, и, смотрите, сиборд. Потом тут у меня справа армор, то есть очень много тут, я же говорю, транспортный такой хаб, перевозочный такой хаб, и... Поэтому, отчасти поэтому и дороги ломаются, потому что большие грузы тут едут. Так, я не знаю, в какой части я сейчас города нахожусь. I have no clue, я не без понятия, друзья. Показываю вам еще, вот еще один грузовичок. Не написано название компании, ну, такой старенький он. Видите, что это такое, индустриальный центр, то есть, мне лично нравится Сент-Джон, это не прям такой город, такой, типа, как, гламурный. Он такой, прямо индустриальный такой, заводы, фабрики, везде. Транспортный хаб и так далее. Вот по правую сторону опять какой-то завод. Так, мне нужно прямо, мне нужно прямо, я думаю. Даст Бог, будут какие-то знаки, я выйду на свой Сен-Стивен. Вот смотрите, там опять, видите, вот. Тим Хортенс везде. Линчо, ресторан. Китайцев много здесь, выходцев из Азии, Восточной Азии. Кстати, здесь много китайцев, вот, тот, кто ремонтировал, и корейцев. Тот, кто ремонтировал мне айпад, телефон, это он кореец. Ну, да такой, чтобы имели понятие о Сен-Джоне. Это, с другой стороны, я в сторону тоже Ирвинга, с другой стороны Ирвинга заехал, смотрите, это какой-то офис. Вот, 380 Bayside Drive. Вот это, наверное, главный офис Ирвинга, друзья, наверное. Покатаюсь еще немного, пока не выгнали. Тут у них даже свой флаг есть, обратите внимание, друзья. Смотрите, есть 3 флага. Так, машин нету. Есть 3 флага, это Канада, Небрансвик, и справа, зеленая, это Ирвин. Вот такая крупная компания у нас здесь есть, друзья. Это миллиардеры местные. Еще, это Мидленд, кстати, вот грузовичок Мидленд. Тоже часто вижу грузовики с этим логотипом. Едем уже обратно в Сен-Джон. То есть мы, в принципе, в Сен-Джон Аэреа, но как, чуть-чуть-чуть. Вот трак от Мидленда. Не знаю, может, какой-то там иммигрант за рулем. Может, даже кто-то из нашей Восточной Европы. Сен-Джон, кстати, такой нормальный город. Это даже больше он немного, чем Фредериктона. Фредериктон, как вы знаете, это столица Небрансвика. Сен-Джон чуть больше и по населению. Но самый большой Монктон, как вы знаете. Ну, что-то Монктон как-то мне... Ну, как, он гламурненький такой Монктон. Маленький, но гламурненький, да. Ну, как-то... Тут, вот, как бы, по поводу мостов, красивых мостов, развязок, по поводу рельефа, тут океан рядом, порт. Мне больше Сен-Джон нравится, если честно. Здесь сколько грузовиков-то. Мейлет или как-то еще какая-то компания. Очень много здесь. Это я так, чтобы не быть пустословным, показываю вам, что реально транспортный хаб. Транспортный хаб, скажем так, всего Небрансвика, в принципе. Какие еще вот тут есть большие, огромные порты? Какие еще... Ну, Сен-Джон не только, Блэк-Харбор. Вот, кстати, впереди сейчас будут какие-то знаки. Может быть, я выйду в сторону своего Сен-Стивена. Вот еще маленький Гудрожичок Мидленд. Видите, вот и на таких можно работать. Вот. Ёлка какая-то тоже там компания. Вот опять Мидленд справа, смотрите, какой у них. Видите, зеленые, вот зеленые такие кабины Мидленд. Ох, мама дорогая, такая махина. Мой брат такую водил. Вот такая махина. Друзья, может быть, кому-то вот еще Мидленд Курьер еще есть. Прям тут, прям тут Мидленд Сюза покрыто, знаете как, забито. Интересно, это какой-то намек, знаете как. Я понял намек, я все ловлю на лету, но что конкретно непонятно ты имеешь в виду. Долго-то светодфор красный. А я пока вот балакаю, чтобы вас, ваше внимание не потерять. Впереди Фольксваген Джетта. Ну, очень редко Фольксваген и Ауди, эти немецкие машины встречаются здесь. Ну, иногда под Мерседесы. Понимаете, тут все американское, корейское, японское. Вот так. Так, едем, едем дальше и смотрим на знаки. Ну, вот Сан-Стивен, Фредериктон. Потому что в сторону, на выезде из Сан-Джона в сторону Сан-Стивена, потом будет дорога направо, там в сторону Фредериктона. Правая полоса дороги полностью разбитая. Едем по левой полосе. Вот мне эти вот развязки нравятся, вот эти мосты. Так хорошо тут легко заехать, легко выехать. Поэтому такой транспортный хаб, на самом деле. Если тут еще проводят трубопровод, вот Сасак с Монгтом направо, Фредериктон, Сан-Стивен вот налево. Если еще трубопровод проведут здесь, там и газ, и нефть, ну, как нефть, и потом тут можно и проработать, можно и дальше перевозить по морю. Вообще будет, я думаю, что очень хорошо для провинции, вообще в целом. Так, нам нужно налево сейчас нам показывать Сан-Стивен. Какие красивые рельефы, там вот скалы вот эти по правой стороне. Вот так прорезана дорога сквозь скалы. Красивый город, на самом деле. Вот так рельефно, он очень красивый. Он очень рельефный, потому что Монгтон он просто плоский. Фредериктон он тоже плоский. Но в Фредериктоне есть большая река, как в Киеве есть, да? В Киеве Днепр, да? А вот в Фредериктоне есть река Сент-Джон. Она так и называется. Она просто сюда печет и, ну, в океан через Сент-Джон прямо город. Она называется Сент-Джон. Там тоже большая такая река. И мне очень немного напомнило Киев. Фредериктон мне немного напомнил, ну, чуть-чуть напомнил Киев. Какая емища, мама дорогая. Ну, наконец-то мой Сан-Стивен. Видите, друзья, пообщался, пообщался и все-таки нашел. Сейчас мы будем выезжать из Сент-Джона. А вот впереди, вы видите, как бы его центр. Там такие здания красивые. Ну, вот прям высотки такие нету. Таких высоток нету, прям как небоскребы нету. Ни в Сент-Джоне, ни в Фредериктоне, ни в Монктоне. Они, скорее всего, там в Галифаксе, я видел на фотографиях, в Галифаксе не было. Ну, вот уже в Монреале мы были. Там, да, там есть. Там напоминает немного Нью-Йорк. Это вот, вот по такой скорости можно выехать из, прокататься, прокатиться по всему городу и выехать из города. Я вам хорошую такую экскурсию, мне кажется, я устроил в Сент-Джоне. Вы имеете себе представление, это самый ближайший для нас, самый крупный город. Потому что от нас до Сент-Джона, то есть вот есть хайвей, это как бы скоростная трасса. От нас до Фредериктона нету скоростной трассы, а вот до Сент-Джона есть. Потому что эти больше грузы, они идут, едут по этой дороге. Вот направо можно было поехать в центр. Опять же развязка, опять же через мост и так далее. Ну, я уже еду обратно. Вот так, к вашему сведению, я вот прососветил, как бы, две компании, Мидланд и Эрвинг. А все-таки понаблюдайте немного еще и за дорогами, и за развязками. Вот Сан-Сибен 111 километров отсюда, Фредериктон 107 километров. 111 километров, ну, час езды, потому что 110 можно по разрешено, плюс еще там 10 погрешность, где-то 115, 120, ну, 115 так. И это час по нормальной дороге. Вот смотрите, какой здесь мост, я его просто обожаю. Слева порт, слева большие корабли, вы просто не видите. Доки разные, где разгружают эти краны, загружают разные корабли. Но дорога, конечно же, за нами ломаная. Что тут? Сенбери, вот Сенбери еще есть компания по грузоперевозам. Санбери тоже, Санбери тоже, имейте это в виду. Вот направо, Реверсинг Фоллс, то есть такие, как бы, ну, типа, обратные водопады, что ли. Там вода как-то крутится по кругу. Это, как бы, достопримечательность Сенбжона. Опять еще один грузовик Сенбери. Вот на такой скорости можно проехаться по всему городу. Очень классно все сделано. Пробок нету, никогда не видел пробок в Сенбжоне. Поток транспортный довольно-таки бойкий. Это Атлантическая Канада. Насколько, насколько можно назвать его. Для послочной Канады, для Атлантической он бойкий. Вот 90 максимум, но все едут больше. Кстати, что примечательно, здесь нету видеокамер. Потому что Европа, Англия, просто напичканы ими, этими видеокамерами там есть. Ой, и дышать практически нельзя из-за этих видеокамер, понимаете. А здесь нету, я не знаю, даже в Монреале не видел. Где-то классно, где-то еще чувствуешь свободу в каком-то, в какой-то мере. Чувствуешь свободу. Меня очень часто штрафовали в Англии. Ну, как очень часто. То за парковку, то за превышение скорости. Моего брата тоже, Сиборд, еще одна компания. Моего брата в Германии часто штрафовали. Он уже хотел туда уехать. Потому что мы не привыкли постоянно к такому мониторингу, к такому прессику, к такому регламентированию. Везде все, что можно, что нельзя, куда можно. У нас как-то больше свободы в этом плане. Ну, и больше бардака, конечно, из-за этого. Понимаете, тут все у них так структурировано, так регламентировано. Туда нельзя, туда можно, это можно, это нельзя и так далее. Но в Канаде то же самое, только не так все прямо сильно оцифровано. Или как-то все сильно напичкано вот этими камерами. И так много камер, и поэтому система-то есть, но она все-таки дает большую свободу. Ну, понимаете, тут нужно найти золотую средину между свободой и между системой. Вот Санбри, кстати. Вот такие грузовики тоже неплохо они выглядят. Друзья, я уже выезжаю в сторону своего городка Сан-Стиван. На этом у меня все. Пока-пока.